Советский телескоп Синтез, он же АСТ-1200, создали в качестве эксперимента в 1978 году. Особенность телескопа — технология с использованием нескольких зеркал, а не одного большого, как в других телескопах того времени. Но эксперимент не увенчался успехом, и в середине 80-х проект забросили. С тех пор прибор хранился в обсерватории. Это совершенно уникальный советский эксперимент по созданию сегментированного зеркала с адаптивной системой, компенсирующей турбулентность земной атмосферы. К сожалению, это неудачный эксперимент. Им не удалось в Советском Союзе довести его до ума. Спустя годы телескоп заметил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. Ученый модернизирует прибор с марта 2018 года. Ему помогает еще один сотрудник обсерватории и волонтеры из разных городов России. Команда обновляет телескоп на собственные деньги и благодаря поддержке благотворителей. Чтобы приобрести новое зеркало и продолжить работу над синтезом, ученые подали заявку на получение президентского гранта. Первое. Мы хотим сделать полностью автоматическую систему управления этого телескопа, чтобы он мог работать без участия человека. И это сильно повысит эффективность работы телескопа, отвержит его от человеческих ошибок. И вторая часть – это главное зеркало телескопа. Мы постараемся обновить главное зеркало телескопа и сделать сюда совершенно современное метровое зеркало с высокой светосилой и с высоким качеством изображения. Астрофизикам уже удалось создать систему, которая позволяет наводить телескоп на космические объекты и управлять им с помощью мобильного телефона. При этом основной механизм оптического прибора остался нетронутым и может служить еще долгое время, считает Сергей Назаров. Мы сохранили оригинальную советскую механику, это трубу телескопа, монтировку и все двигатели, все редуктора, потому что это очень хорошая, грамотная, надежная система. И дальше наша задача – это обновить зеркало в основной трубе телескопа. Над синтезом астрофизик установил телескоп поменьше для отработки управления основным устройством. Благодаря этому удалось собрать первые научно значимые данные из космоса. Мы работаем на будущее. Те снимки, те данные, которые мы получаем, прямо сейчас они не имеют прикладного значения, но в ближайшем будущем, может быть через 50 лет, может быть через 100 лет, они будут иметь очень большую важность для человека. Потому что черные дыры – это объекты, которые генерируют огромное количество энергии. И сверхмассивные черные дыры – это самые мощные из всех долгоживущих объектов во Вселенной. После доработки телескопа команда планирует проводить обучающие лекции для школьников и студентов с использованием синтеза. Кирилл Попов, Екатерина Коломеец, Севен Форумбюро